Как заботитесь о безопасности, потому что если вы заботитесь о собственной безопасности, это значит, когда вы будете в паре, вы также позаботитесь о безопасности двоих. Для мужчины очень важно тылы. Тылы – та женщина, которая у него за плечами, вот надежный тыл, понимаете, вот в этом смысле. Поэтому никак, пожалуйста, не компроментируйте себя в глазах мужчины в новых отношениях и второе – не подвергайте себя опасности. Или наоборот, первое – не подвергайте себя опасности, и второе – не компроментируйте. Итак, начало сегодняшней темы. Причины, по которым мужчина пропадает после романтических отношений. Женщины недоумевают. С чем может быть связано такой, скажем, резкий поворот событий? У них были отношения прекрасные, у них все складывалось, вдруг мужчина – бом, и исчезает. Что такое? Далее. Как узнать о намерениях мужчины в ваших отношениях? Очень многие женщины задаются вопросом. Стоит ли мне продолжать отношения с ним, если отношения не меняются? Но то, какие они есть сегодня, меня они не устраивают. Или они устраивают меня частично, но что дальше? Потому что время уходит, биологические часы женщины недоумевают. Сколько можно ждать, когда он там, наконец, к чему-то, какому-то для себя решению придет? И третий вопрос. К чему ведет виртуальная любовь? Рассмотрим следующие вопросы. Причины, по которым мужчина пропадает после романтических отношений. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Как вы думаете, почему мужчина пропадает после романтических отношений? Вот одна из версий пишет Ира. Получил свое охотник и остыл. Правильно. Правильно. Одна из причин, когда женщина легко доступна. Мужчина сделал свое дело, поблагодарил женщину и пошел себе дальше. Другую искать. Есть другая. Пишет Вита. Да. Есть что другая? Есть другая. А почему не вы? Мы сейчас говорим о том, что почему мужчина подает предпочтение другим отношениям? Почему Маша оставляет? Кто-то из вас, я думаю, слышал и знает, а кто-то слышал в жизни такое высказывание, как мужчина говорит. Смотрю на женщину и понимаю. Хочу я с ней остаться на одну ночь или на всю жизнь. Как вы понимаете, в чем логика вот такого мышления? Понимаете, насколько у мужчины такое? У него или да, или нет. Посерединке, как у нас, у женщин не бывает. Оценивает. Оценивание – это когда присматриваешься, приглядываешься, когда ты в процессе изучаешь предмет для того, чтобы оценить его стоимость. У мужчины все конкретно. Мужчина должен знать, где он, с кем он и что чувствует. Для него важно понимать смысл встречи с этой женщиной. Вы знаете, через интервью, которое я, так скажем, через которое я опрашиваю мужчин и получаю от них обратную связь, я очень много нахожу для себя очень интересных вещей. Например, как в романтических отношениях мужчина относится к женщине более предвзято, чем женщина к нему. Хотя мы все, женщины, думаем, что вот мы встречаемся и мы изучаем мужчину. Вот какой обуви он ходит, вот какие у него уроки, вот он какой нежный или заботливый, да? Как он себя держит, воспитанный или нет, грубый или, так скажем, интеллигентный. Мы же его сканируем, правильно? Но мужчина так красиво держится, что он не выдает, насколько он сканирует женщину. Не выдает. Может, как спинным мозгом чувствую. Мужчина может смотреть мимо, но он все равно очень четко понимает, что эта женщина в себе несет. Что это за феномен, как вы думаете? Что за этим стоит? Каково его чувство? Зависит от женщины, как она себя преподносит с первой встречи. Отлично, Алена? Спасибо, спасибо. Замечательно. Давайте рассмотрим поведение женщины в романтических отношениях. Как она себя ведет, как она себя держит, что она говорит, о чем она говорит, что является темой для диалога. Насколько прерывистая ее речь или каковы ее манеры. Вместе с тем умение слышать. Слышать, что говорит мужчина. Знаете, не слушать. Слушать мы все умеем, потому что мы наделены органом слуха. Но слышать умеют не все. Потому что за темой умения слышать стоит умение промолчать. И мы знаем, женщины, что мужчинам нравится, когда женщина умеет промолчать. Но почему мы этим не пользуемся? Итак, манеры. Кстати, если кто еще для себя не принял окончательного решения относительно вебинара самопрезентации, обязательно, обязательно проявите интерес. Вы для себя измените понимание. На 180 градусов перевернете понимание себя в отношениях. Потому что через, именно через способность презентовать себя, сказать правильные вещи, умение держать себя. Не конкаться, не кукожиться, не скрючиваться, не говорить дрожащим голосом. А держать себя уверенно. Как держать себя, как воспитывать в себе чувство уверенности. Так, а что получается, когда женщина чувствует себя некомфортно? Смущается, стесняется. Или держит себя, наоборот, нарочито, по-товарищески. Показывает мужчине, что, ой, у меня таких, как ты, ой, сейчас только свистну. Нервничает, правильно. Что она, нервно курит сигарету или треплет салфеточку в своих руках? Волнуется? О чем она думает? Знаете, есть очень важный момент, который я хочу сегодня отметить. Я бы назвала этот момент, как дамоклов меч. Над женщиной висит при каждой... При каждом романтическом свидании. Я вам скажу больше. Вообще статистика показывает, что... Чаще всего на романтические встречи ходят не красивые женщины, а обычные. А мы думаем, что вот я некрасивая, поэтому я и не востребована. Нет, 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 нет. Итак, что это за дамоклов меч? Почему женщина приходит на свидание и нервничает? Только, пожалуйста, те, кто у меня учатся, вебинарщики мои, сидите пассивно, я знаю, что вы знаете. Пожалуйста. Правильно. Боится разонравиться. Правильно. Еще. Еще. Смелее, девушки, смелее. Какие ваши версии? Наверное, потому что хочет понравиться. Да, хочет понравиться. Комплексует. Отлично. Еще. Еще, 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 еще. Скажем так, у женщины уже собирается опыт о себе, невостребованной, о себе, которая может не понравиться. Да? Откуда это образуется? Потому что это следствие. Я вижу, что неуверенностью в себе наделены и красавицы, и некрасавицы, и молодые, и немолодые. Все. То есть от того, что вы не молоды и не так привлекательны, как вам кажется, если вы не кукла Барби, значит, вы уже не востребованы. Ерунда это все. Ну, раз я такая, не такая хорошенькая, ладно, буду несчастной. Ладно, буду жить без любви. Из-за страха быть отвергнутой, да. Неуверенность в себе, не чувствует себя интересным собеседником, да. Я вам дам еще наводящий вопрос. Каким мужчинам женщина обычно ходит на свидания? Которые ей что? Которые нравятся, правильно, Надежда? Которые нравятся. Женщина не ходит ко всем на свидания. Она ходит только к тем, которые ей нравятся. Так послушайте, мои дорогие, что женщина сама себе нарабатывает тот опыт, через который она получает только негативную реакцию. Потому что она не имеет опыта, что я нравлюсь. Она имеет опыт только тот, а понравлюсь ли я в этот раз. Да? Потому что если она ходит на свидание ко всем подряд, то она понимает, что здесь я нравлюсь, здесь не нравлюсь. И у нее есть как положительный, так и негативный опыт. Но у нее это, как бы, понимаете, мы не можем нравиться всем. У нее есть опыт востребованности. Но когда она отбирает только каких-то особенных, у нее совершенно нет опыта востребованности. И она, над ней домоклов меч висит всегда, на каждом свидании. Она идет, да, она идет на свидание и думает, ну а в этот раз? Вы знаете, что мужчины чувствуют, что думает женщина? Через взгляд, через дыхание, через вопрос, вербально, невербально, то, как женщина себя ведет, то, как она себя чувствует, мужчинам все считывает. Она смотрит ему на ботинки, говорит, когда он последний раз их чистил, а он смотрит на нее в глаза и думает, не знаю, как к ней даже подойти, о чем с ней говорить. Потому что контакт отсутствует. Может быть, этот ответ отчасти сегодня поможет вам понять, почему вы до сих пор не в паре. И то, что я сейчас прокомментировала, я хочу, чтобы вы понимали, до конца понимали и до конца осознавали, что речь идет не о вашей внешности. Вообще забудьте о внешности. Я не призываю вообще за собой не следить. Следить надо в меру своих сил и возможностей. Но не думайте, что с покупкой новой кофточки или новых туфелек вы сразу себе приобретете крутого парня. Нет, нет, нет. Перестаньте на этом заморачиваться. Потому что парню на самом деле все равно, какие туфли вы носите. И все равно... Мужчины не смотрят на вот эти аксессуары, которые носит женщина. И не смотрят на... Тем более на бриллианты. Тем более, если вы повесите на себя бриллианты, мужчина будет думать, а, ну эта женщина такая дорогая, что насколько мне будет комфортно с ней. Если я всегда буду думать, что я должен ей купить что-то подобное. Не потяну, думает мужчина. Именно так, именно так. Но позже мы рассмотрим три формы отношений, три типа поведения мужчины. того, как выясняется, какова его заинтересованность в вас. Как держит себя мужчина в отношениях с женщиной на первых встречах, в романтических отношениях. Смотрит ли он в глаза или смотрит на часы. Как он себя держит, насколько он живет с вами, вот в этот час, в эту минуту. Насколько ему приятно. Обратите внимание на его осанку, на его положение тела. Откинут ли он назад или как-то немножко к вам. Заинтересованно ли смотрит в глаза, как-то пытается понять, чего вы хотите. Желает ли предложить вам чай, кофе, сок или мороженое. Или он просто сидит и намекает на близкие отношения. И все крутится вокруг этого. Если мужчина ведет разговор о том, как здорово, когда есть свобода в близких отношениях, то что можно ожидать такого парня дальше? Насколько человек интересуется вами, вашей жизнью, вашими привычками? Смотрите, дело в том, что часто бывает, что мужчина демонстрирует свою сексапильность и пытается подражать кому-то, показывая вам, что вот он такой весь из себя. Потому что на сегодняшний день не секрет, как женщины заинтересованы в сексуальных отношениях. Правильно? Поэтому мужчина всячески и это тоже как-то выставлять вперед. Если вы мужчине сразу скажете, послушай, значит, как-то, если разговор будет идти сейчас только о сексуальных отношениях, то нам, наверное, говорить уже не о чем. Если мужчина переключается, если мужчина включается в ту игру, которую предлагаете вы, то, уверяю вас, есть шанс с ним строить отношения. Если же мужчина, а что здесь такого, да, мы рождены там для счастья, для любви в один миг, вот все отдать за один миг и обо всем забыть, то, безусловно, это такой гуляка, который, ненасытный гуляк, которому всегда все мало, он такой вечный донжуан. Итак, давайте посмотрим на признаки, которые характеризуют мужчину в отношениях, на первых свиданиях, чтобы понять и для себя отметить мотив и намерение этого мужчины. И так, три типа поведения. Первый. Он видит цель. Он завоевывает женщину любыми путями, да, он понимает, как ее управлять и сканируя, смотрю на женщину и понимаю, хочу я с ней на одну ночь или на всю жизнь. Значит, он для себя отмечает, насколько эта женщина подходит ему для... для себя.